С трехразовым чрезвычайным столом, со своим собственным пляжем. Та самая система, все включено. Отдых для одного взрослого в пик будущего сезона будет стоить порядка 2-3 тысяч рублей в сутки. Помимо проживания и питания, в стоимость входит в пользование лежаками и зонтами на пляже. Закрытая территория оснащена видеокамерами, есть площадка с тренажерами, бассейн. Мы позиционируем себя как две звезды. Мы не прыгаем вверх, но не опускаемся вниз. Я считаю, что на две звезды мы соответственно выглядим. В городской администрации отмечают, что за 10 лет работы на данный пансионат не поступило ни одной жалобы. А пустых мест летом здесь просто не бывает. Чтобы получить звезды, пансионат прошел классификацию в одной из аккредитованных организаций. С 1 июля 2016 года у нас вступает в силу то, что все гостиницы, находящиеся на территории Ксанского края, должны быть классифицированы. В Анапе сейчас получается более 60% средств в гостинице, иные средства размещения, они прошли классификацию. Мы сейчас в Анапе, завтра мы едим в Новороссийск, но в целом по краю это хороший результат. Классификация гостиниц проходит не только в прибрежных городах. Это связано с тем, что в 2018 году Краснодарский край примет матчи мирового футбольного первенства. Однако в администрации Анапы отмечают, что сама тема витала в воздухе достаточно давно. По словам заместителя главы города Людмилы Терещенко, владельцы отелей, особенно те, которые предлагают свои услуги дистанционно, через интернет, нашли в классификации свой интерес. Это уровень сервис. Любой гражданин, который пожелает приехать к нам на отдых, любой турист, он будет уверен, что то средство размещения, на которое он рассчитывает, оно будет заявлено тому уровню сервису, который он хочет получить. Это гарантия качества, прежде всего. По словам Людмилы Терещенко, на ценах классификация никак не скажется. Те, кто занимаются непосредственно оценкой уровня услуг, отмечают, что владельцы небольших гостиниц оказались даже более активными, чем их более крупные конкуренты. В итоге отель может не получить ни одной звезды, однако специалисты говорят, что для бизнеса это не приговор, а скорее повод, чтобы придумать и использовать иные конкурентные преимущества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...